Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и я рад видеть тебя вновь на канале Трипл Вайп. Устраивайся поудобнее, сегодня мы поговорим о нескольких важных и интересных новостях о грядущем контенте в Обители Теней и Сезоне Бессмертия. Новый ивент, новый квест, новое подземелье и новый режим ПВП. И да, всё на одной неделе, более того, в один день. Прямо на отдельное дополнение тянет, ага. 29 октября, тот день, который тебе нужно обвести в календаре жирным маркером. С еженедельным обновлением в этот день в игре появится масса новых активностей. В первую очередь, конечно же, новое мероприятие, ивент-фестиваль усопших. Событие, приуроченное к празднованию Хэллоуина. Продлится целых три недели, вплоть до 19 ноября. Город вновь украсят красивыми свечами и гирляндами, а стражи смогут получить новые маски с изображением любимых персонажей. Ивент будет доступен абсолютно всем игрокам, и потребует для участия в его тематических активностях лишь 770 уровень силы. Мероприятие начнется с получения маскарадного шлема у Евы Леванты. При прохождении активностей и выполнении контрактов мероприятия, игроки будут зарабатывать странные шоколадные монеты, которые можно будет обменять на орнаменты для шлема. По ходу мероприятия можно будет заработать уникальную пушку, автомат Оборотень Брея, который упадет на 950 уровень силы. После получения Банжи-версии, этот автомат начнет падать с рандомными перками. Как и в том году, главным местом события станет Бесконечный лес. Вам выдается 15 минут на прохождение, и чем дальше вы пройдете, чем больше комнат зачистите, тем больше наград получите. В лавке ТЭС игроков будет ждать множество крутого косметического лута, например, корабль с птеродактилем на корпусе, или вот этот бомбический набор орнаментов. И не надо паники, набор будет продаваться и за пыль, и за серебро. Следующее важное появление 29 октября за новым данжем – подземельем. В сообществе часто характеризуют подземелья как рейд на троих. Это специальная большая миссия, состоящая из нескольких стадий с механиками, испытаниями, ловушками, и которая на старте точно не будет казаться простой. Известно отчасти эксклюзивных наград для грядущего данжа, который, кстати, будет расположен на Луне. Дробовик, ракетница, снайперская винтовка. Но зная любовь к банджи, к загадкам и секретам, можно предположить, что это будет не все. И нас могут ждать еще специальные награды. Напомню, что до этого в Дестине был лишь один данж – «Расколотый трон в городе грез». Новое подземелье будет доступно игрокам, у которых есть обитель теней. Что ж, раз заговорили о наградах, все так же во вторник нас ждет еще один экзотический квест. На этот раз на новый пулемет. Тот самый, реплику которого банджи привозили на выставки ПАКС и Е3. Называться он будет «Ксенофаг», а получить и пройти квест на новинку смогут обладатели «Обители теней». Жди гайда по квесту на канале «Трипл Вайп», и чтобы его не пропустить, подпишись и прожми колокольчик, тогда будешь в теме. Так, с ПВЕ анонсами вроде разобрались, но давненько у нас ничего не было для ПВП. Например, нового режима. Да-да, не удивляйтесь, новый режим в гарниле. Называться будет «Моментум Контрол». В русской версии точно не скажу как. В последней статье на этой неделе в манже разработчики тезисами перечислили главные особенности нового режима. Стражей ждет мгновенное воскрешение после смерти, увеличенный урон от любого оружия. В режиме не будет меты, все пушки будут работать хорошо. А вот восстановление всех способностей стража, например, гранаты или супера, будет идти только от убийств. Радар в новом режиме будет отсутствовать, а зоны будут захватываться быстрее. У суперспособностей будет значительно больше уровень защиты, а тяжелые боеприпасы будут появляться чаще и будут давать вам больше патронов. Этакий хардкор режим получается. К слову, сами банджи сравнивают этот режим с режимом SWAT из Хейла. В ТВАБе были несколько других мелких новостей. Скрины модников недели, которые получили эмблему, скрин самого уродливого Титана Галактики, эмблема за видео недели, обещание скорого фикса квеста на снайперскую винтовку Бремя и Дзанаги и введение более гибкой системы настроек для субтитров. Такие дела. Это пока что все новости, о которых тебе стоило услышать здесь. И сейчас, если ты все еще теряешься в календаре сезона, то вот тебе более удобное отображение всех ключевых точек. Сохрани, чтобы не забыть, что там да как. Я не представляю, как все успеть попробовать и тем более, как успеть сделать видосы обо всем в нужный срок. Странная волна контента для одного дня, то тишина гробовая, то все и сразу. А что из перечисленного ждешь больше всего, ты, Страж? Пиши в комментариях и не забудь лайк, подписку и колокол. Удачи!